В связи, мне кажется, очень важная и ответственная задача экспертного сообщества это не бояться делать выводы из очевидных фактов. Для того, чтобы и руководство страны, и политические силы, и население России представляло всё так, как оно есть на самом деле. И хочу сказать, что вот сегодня я прослушал много замечательных докладов, но у меня возникли некоторые вопросы к докладчикам. И буквально вот я сейчас в двух словах поясню. Всё рассказывается, абсолютно однозначно выкладывается информация, великолепные знания энциклопедические, но почему-то все эксперты боятся сделать очевидные выводы. Вот блестящий дипломат рассказывает о ситуации в Ливии. Я заслушался, я хочу этот рассказ выложить у себя на блоге, потому что огромное количество информации. Но что мы слышим? В Бенгазе откуда-то у людей взялось оружие. Ну, просто вот откуда-то оно взялось, и они оказались в состоянии два дня штурмовать военные склады. Перестрелять всех военных, ворваться и захватить оружие. Ну, мы же взрослые люди. Ну, они что, с охотничьими оружиями перестреляли гарнизон? Ну, скажите, оружие было поставлено теми, кто хотел переворота в Ливии. Ну, давайте, я понимаю, что вы дипломаты, некоторые вещи не можете сказать. Ну, здесь всё-таки все свои, да? Скажите другими словами, ну, чтобы было понятно. Оружие поставил Запад. Туда под видом нефтяного оборудования завезли чёрт знает что. И тогда всё понятно. Далее выступает другой блестящий эксперт, рассказывает нам про создание Аль-Джазира. И что мы слышим? Катар сделал великолепное вложение денег. Вместо футбольной команды он сделал телевизионную станцию. Весь Катар можно собрать на одном египетском стадионе. Ну, задайтесь один вопрос. Зачем Катару создавать станцию, которая будет рупором революции? Ну что, Катару нужна революция на Ближнем Востоке? Да Катар как маленькая мышка сидит, чтобы всё тихо было. Это всё равно, что, знаете, в 1941 году с территории Румынии начало бы вещать отличное пропагандистское радио на территорию Советского Союза. И мы бы с вами, как эксперты, анализировали. Какие молодцы румыны за 10 лет до 1941 года догадались создать великолепную радиостанцию. Германия. Конечно, Германия тут ни при чём. Румыны сами догадались. Но мы же взрослые люди. Давайте скажем, что Аль-Джазира была создана для того, чтобы у арабского зрителя были две разные картинки с одинаковой идеологией. И что за один день весь состав арабской редакции BBC перешёл работать на Аль-Джазиру. За один день. Но это же очевидные факты. Так кто создал эту Аль-Джазиру? Катар или стоящий за ним Соединённые Штаты Америки? Ну, конечно, Соединённые Штаты Америки. Берём следующего не менее уважаемого эксперта. И он нам рассказывает о том, что удивительным образом те протестные движения, которые на Ближнем Востоке сформировались, они как-то смогли понравиться американцам. Знаете, вот подняли лозунги и только благодаря этому американцам понравились. А если бы они подняли другие лозунги, конечно, Америка бы их не поддержала. Давайте называть вещи своими именами. Американцы создали братьев мусульман, англичане создали, английская разведка. И все эти лозунги были написаны в отделах американской и британской разведки. Что значит «не понравились»? Это всё равно, что влацовцы не понравились бы Гиммлеру. Это их креатура. Они их вывели. Они их обучили. Там 900 тысяч в Египте, как вот другой великолепный докладчик всё это рассказал. Ну так, ну неужели мозаика-то не складывается? Давайте скажем прямо. Запад проводит политику дестабилизации и хаотизации целого Ближневосточного региона. Это факт, состоявшийся факт. Потому что вот замечательный докладчик, единственная дама в сегодняшнем коллективе, рассказала, показала и тоже боится сделать вывод. Вот. Стоит ли Америка за всем этим? Я думаю, что, наверное, да. Но какие тут сомнения-то могут быть? Давайте эту чёртову толерантность отбросим в сторону. Назовём вещи своими именами. Запад несёт революцию и хаос всему миру, чтобы везде было плохо, а у него было хорошо. В отношении России у него отдельная задача. Свергнуть нынешнюю власть в России. Я, кстати, очень прошу всех экспертов слово «режим» в отношении своей страны не использовать. Давайте тогда говорить «режим Обамы», «режим Британской королевы» и так далее. «Режим Николя Саркази» у нас не режим. У нас легитимная власть в России. Не надо использовать термины «врагов». Так вот, их задача – свергнуть легитимную власть в России, которая не хочет повторить сценарий Первой мировой и устроить на радость с инглосаксом войну между Китаем и Россией. И поэтому они хотят свергнуть власть, привести к власти моряне. Эти фигуры уже прорисовываются. Это великие мыслители современности, блогеры, которые ни одной мысли еще не изрекли, но их уже по BBC показывают круглыми сутками. Для чего? Чтобы они потом начали войну с Китаем. Вот к чему все это ведет. Давайте говорить своими именами. Иначе мы с вами рискуем повторить ошибку 22 июня 1941 года, когда на наших границах собирается 5-миллионная армия, а в наших учебниках написано, что Сталин верил, что они собрались нападать на Англию. Просто, чтобы бомбардировок не было. Поэтому я хочу сказать, уважаемые эксперты, огромное спасибо. Мне было крайне интересно, я узнал много нового. Но я вас очень прошу, если вы не будете говорить правду, то ее вообще никто говорить не будет. И последний штрих. Опять же, я уже не помню, кто из уважаемых экспертов тоже сказал. Странное дело. Российские СМИ каждый день говорили разную информацию. Посмотрите, что сейчас говорят. Сейчас включишь телевизор, приятно слушать. Сирийская армия борется с бандами террористов. Год назад один я, как блогер, писал, что террористы убивают мирных граждан, а по телевизору говорили, что мирных демонстрантов бомбят кровавые диктаторы. Почему? Потому что руководство России в тот момент заняло ошибочную позицию. Вы знаете, о ком персонально я говорю. Этот руководитель не постеснялся в эфире телевидения сказать, что Каддафи стал нерукопожатный, и что это его решение не блокировать данную резолюцию. Вы удивляетесь, почему сняли посла? А что тут удивляться? Была четкая, ошибочная политическая линия. Давайте называть вещи своими именами. Если мы не будем говорить власти, что ее линия ошибочна, она этого сама может не заметить. Потому что, как справедливо говорили, что на определенных властных высотах люди теряют чувство реальности. Это относится не только к лидеру Ливии, это относится к любому человеку, вокруг которого создается атмосфера, где правду говорить не будут. Вот надо говорить правду. Даже если страшно, даже если сложно это выговорить, но мы с вами обязаны это делать, как честные патриоты своей страны. Спасибо.